Друзья, всем привет! Сегодня будем заниматься вот этим устройством. Сделаем простое и полезное приспособление, которое может многим понравиться своей простотой и удобством. Первым делом замеряю толщину платформы. Ее мы тоже будем учитывать при изготовлении нашего девайса. Также померил длину и ширину. И на выходе у меня получился квадрат 60 на 60 сантиметров. Чистовой размер конечно 50 сантиметров, но я решил взять немного в запас. Работать буду с доской 50 на 100. Хочу сделать более-менее массивный агрегат. Мощный, жесткий и устойчивый. Размечаю первые заготовки длиной 60 сантима и отрезаю дисковой пилой. Далее укладываю на свои места. Сверяю углы, даже диагонали, чтобы все было ровненько. Сверлышком рассверливаю отверстия и затягиваю саморезами. Главная и удобная фишка в этой конструкции это поворотные ролики. Они еще и со стопором. Полезное удобство. Раскладываю их по углам и закрепляю. Основание у нас готово. Подкатываем, прям подкатываем к верстаку в мастерской, чтобы они дружили. И сейчас нужно рассчитать высоту стойк. Не забываем учитывать высоту площадки на торцовочной пиле. И также не забываем учитывать финишное покрытие столика. Да-да, именно его. Так, размеры есть. Берем ту же доску, или в моем случае остатки обрезки доски, и нарезаем 4 стойки. Часто задаваемый вопрос, какую дисковую пилу лучше взять. Как по мне, главные особенности это пропил больше 50 мм. Ну, меньше смысла брать не вижу. Литая подошва, а не штамповка, которую можно чуть толкнуть, задеть, и все, пила будет пилить криво. Ну и мощность движка. Но тут уже в зависимости от работ. Поискать или подобрать пилу очень легко через Е-каталог. Вбиваем в поиск дисковая пила. Выбираем подходящий бренд. Питание. Либо аккумулятор, либо сеть. А также нужная глубина пропила. Я бы еще сказал про мощность пилы. Если планируете распускать доску, то, думаю, отталкиваться надо от 1500 ватт. И нажимаем поиск. Найдя нужную модель, советую запрыгнуть в отзывы. Если все окей, смотрим где купить. Можно также фильтрануть цены. И желательно выбирать знакомый магазин, который вам известен. На одну из своих пил оставлю ссылку под роликом. Можете глянуть. Так, стойки у нас напилены. Чтобы не лохануться, сначала решил закрепить струбцинами. И посмотреть, как будет выглядеть эта картина. Поняв, что вроде все по фэншую, стал засверливаться. Сначала сверлом, а потом крепиться на саморезы. Хорошо, что на саморезы. Хорошо, что я не достал пистолет. Сейчас поймете почему. Также решил добавить два бруска. Будет дополнительная опора для стола. Ну и сам каркас станет намного жестче. Само покрытие, будущие тумбы, решил сделать из 10-ти миллиметровой фанеры. И, кстати, этот сантим я тоже учитывал. Правда, со второго раза. Но не суть. Поэтому хорошо, что закрепился на саморезы. Отрезав кусок фанеры в нужный размер, закрепил площадку на свое место. Так, ну что, давайте пробовать. Ставим торцовку на тумбу. За кадром, конечно, я уже все проверил, что мы попали в десятку. Поэтому крепим сразу пилу стационарно. Таскать я ее не собираюсь. А буду катать. Катать не перекатать. Так, какие проблемы мы решаем? Поехали загибать пальцы. Во-первых, экономим место. Когда не пользуемся пилой, она стоит себе в сторонке, где-нибудь в уголку и отдыхает. Во-вторых, если нужна для работы, с ней всегда мы можем подъехать. И припарковать, где удобно. В зависимости, с какой длиной доски мы будем работать. В-третьих, высота площадки и высота верстаков одинаковая. Тем самым, можно создавать упоры в нужный размер. Или распиливать доску в любой точке мастерской. Даже, например, поставить ее между верстаками и работать шестиметровой доской. Ну, допустим, напротив двери или напротив ворот. В-четвертых, полезный бонус. Есть под торцовочкой полочка. Кинуть можно пару карандашей, рулетку и защитные очки. И не нужно будет вечно ее искать. Ну, и в-пятых, старался сделать максимально просто. Максимально из доступных вещей. Ну, потому что реально получилось классно. Ну, а вы как считаете? Напишите свои мысли в комментах. Что думаете? Что бы добавили? Может, какие-нибудь фишки, плюшки еще подкинете? Обязательно доделаем, покажем. Так что ставьте лайк, если вам понравился видос. Подписывайтесь на канал. Всем желаю продуктивной работы. Удобной. Самое главное, удобной. Ну, и безопасной. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok